Компьютерный ЕГЭ по информатике, 2021 год, задание номер 6. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. Ну и далее программа, записанная на нескольких языках программирования. Товарищи, такой простой задачи в этом году не будет. По какой простой причине? Очень просто. Здесь спрашивается, что будет напечатано в результате. А значит, даже не умеющий программировать человек может взять, скопировать текст программы, записать его в интерпретатор, запустить и получить результат. Ответ, пожалуйста, вот он. И такой, естественно, задачи не будет. Тем не менее, здесь задача основополагающая. Почему? Потому что можно увидеть, что происходит с некоторыми переменными некий вычислительный процесс. И вот этот вычислительный процесс, он чем-то завершается, и мы должны его проанализировать. Теперь в задачках предполагается анализ ретроспективный. То есть мы должны сказать, при каком введенном числе, ну, в данном случае наибольшем, может быть наименьшим, может быть при скольком количестве чисел или какие-то еще дополнительные вопросы, теоретически можно придумать. После выполнения программ будет напечатано 150. То есть нам известен результат. Естественно, что это может произойти при разных значениях D. Тем не менее, еще раз, основополагающие вычислительные процессы, они те же самые. Давайте кратко их рассмотрим. Итак, цикл while, цикл пока. Чем он интересен? Во-первых, товарищи, это бесконечный цикл, ну, теоретически. С другой стороны, цикл while может не выполниться ни разу. Когда я говорю, не выполнится ни разу цикл, я имею в виду тело цикла. То есть те команды, которые у меня находятся вот здесь. Здесь у меня находится некоторое условие. Ну, давайте я напишу какую-то типичную ситуацию с одной переменной. Пока x меньше чем 10, положу в начале x равный 0, а здесь буду печатать этот самый x. Что я увижу? Ответ бесконечное количество нулей. Почему? Цикл for, цикл для, он автоматически итерируется. И он в нем почти никогда не может быть зациклен на бесконечное время. Цикл while предполагает ручное итерирование. Программист сам отвечает, будет это когда-то ложью или всегда останется правдой. Иногда, кстати, цикл while true имеет смысл. Но в нашем случае мы должны не забыть и осуществить вот это действие. Я пользуюсь вот такой замечательной нотацией, то есть способом записи. Мне очень нравится, потому что это очень содержательно. x увеличить на единичку. Но по существу это подразумевает то же самое, как если бы я присвоил в x значение x, увеличенное на единичку. На самом деле вот это работает и для других действий, для умножения, деления и так далее. Мне этот способ записи наоборот больше нравится, я буду переходить от длинного к короткому. Что я, собственно, увижу? Я увижу x в этом случае от 0 до 9. 9 будет последнее напечатанное значение. Но если я задамся вопросом, а чему равен x в этот момент, когда цикл закончился? Ответ в десятке. Почему так? Потому что вот это условие входа, а это называется условие входа в цикл, оно должно стать ложным к вот этому моменту. Очевидно совершенно, я здесь напишу такое утверждение, программисты называют его assert, иногда делают их без комментария. И это содержательная такая проверка, я верю в это, что это так. Так вот, товарищи, мы искренне должны верить, что уж если мы выскочили из цикла, то извините, условие входа нарушено. А мы математики, ну ладно, мы школьники, да, условно вы школьники, да, но вы догадываете математику, понимаете, что такое вот это ложь. Это означает, что x больше либо равен 10. Или мы что-то не понимаем в операторе сравнения. Короче, x больше либо равен 10. То есть условие входа ложно. То есть x в данном случае, очевидно, x будет равен 10. На самом деле очень важно уметь это дело реально просто записать как ложное условие входа. И отследить последнюю итерацию. И, собственно, после этой последней итерации значение очередной переменной. Собственно, я здесь генерирую арифметическую прогрессию. Если я заменю единичку на некое d, то получится, собственно, ну вот та самая задачка, да, ну почти, да. В котором d равно там чему-то введенному, например, с клавиатуры. Есть некоторая дополнительная интересность-сложность, что, ну вот там две переменные, условие зависит от одной, а в конце мы распечатываем другую. Короче, давайте смотреть на реальную задачу, которая у нас, собственно, есть. Давайте ее посмотрим, да, и посмотрим на значение. Итак, нам d введено. Две переменные n и s, да, вот обе они будут увеличиваться. Причем n увеличивается предсказуемо, очень просто. Она увеличивается семерками, а s увеличивается d. Условия входа меньше либо равно, кстати говоря, да, вот так пишется. Это никакое не следствие, это именно меньше либо равно, да, больше либо равно будет, ну, больше, знак больше, потом равно. Так вот, s меньше либо равно, чем 1200, да, а распечатывается, тем не менее, n-ка, да. Давайте сделаем следующее. Я возьму и напишу формулы, в которых я введу дополнительную переменную i, ну, или k, какая мне разница. Давайте i. i от слова iteration, ну, можно просто такие, неважно, принято обычно какие-то такие, n, но я уже занят. Так, какое-то число, значит, которое определяет номер итерации. Давайте договоримся. Пусть у меня будет 0 означать еще не начались итерации. 1 это на первой итерации. Ну, и надо договориться, то есть вот, а что это значит? Вот я говорю, после, то есть нулевое значение до, итерация первая прошла, да, и равно 1, да, это номер итерации, короче говоря. Именно номер, не индекс, да, но нулевое состояние, оно имеет смысл, ну, то есть до цикла вообще, до первой итерации. И еще надо понимать, что условие входа, оно проверяет старое значение неизмененное, то есть значение s, как бы с предыдущей итерации неизмененное. Понятно? Так вот, давайте попробуем записать в момент, ну, как бы, некоторые точки остановок, когда и вот это произошло, и вот это произошло, да, и я, как бы, вот сейчас готов перейти на следующую итерацию, да. Так вот, у меня s увеличивается дешками, n увеличивается семерками, да, то есть, по сути, я могу сказать, что n равно своему начальному состоянию, ну, в данном случае это 3, плюс, собственно, семерка и раз. Правда? А s это что такое? А s это 38, да, плюс дешка, и эта дешка взята и раз. Да? Теперь, смотрите, меня спрашивают, при каком наибольшем введенном д, а какие у меня, собственно, условия это будут определять? Я точно знаю то, что выведено 150, а значит, вот это равно 150, но дело в том, что у меня-то цикл проходит для разных i, то есть, есть некоторая i со звездочкой, ну, или, не знаю, там, можно его назвать k. Вот пусть k это количество итераций у меня, именно полное, которое в итоге состоялось, да, то есть, это всего было итераций. То есть, при вот этом значении i равном k, собственно, у нас финиш, да, было итераций, да, и тогда я могу утверждать следующее, что после этих k итераций у меня вот эта вот штуковина, да, только-то, соответственно, 38 плюс d умножить на k, оказалось, что? больше, чем 1200, больше, вот это условие входа должно было стать ложным. Я выразил s через, ребят, арифметическая прогрессия, мне понятно, что многократное сложение можно заменить на умножение, да, вот я заменил. Но, второе, что я могу сказать, что у меня к этому моменту, вот к этому моменту, предпоследняя итерация, то есть, по сути, k-1, ну, или минус 1d, минус d сюда вписать, да, 38 плюс d умножить на k минус 1, да, еще мы вошли в цикл, то есть, на предыдущей итерации, а это и есть значение s, которое было на предыдущей итерации. И вот при вот этом значении мы еще входили в цикл, значит, это было меньше либо равно, чем 1200, да, и получается у нас вот такая вот система, да, и по этой системе мы, естественно, можем, а что мы можем? Ха, это система неравенства. Нам надо что-то знать. Нам спрашивают, что такое d, что мы можем узнать про k? Давайте посмотрим еще раз на условия задачи. А мы знаем, мы знаем, на самом деле, количество итераций откуда? А потому что нам известно, что n, увеличиваясь на семерке, начав стройке, да, стал равным 150. То есть, мы берем, по сути, говорим, ребята, вот в тот момент, когда i стала равняться k, да, итоговому числу итераций, в этот момент эта штука равна 150. Дальше мы просто очень решаем, да, вычитаем, соответственно, 3, делим на 7, k равно 100, 147 разделить на 7. Ой, е-е-е, ладно, ну давайте, столбик, нет, мы уже не на бумаге решаем егэ, да, давайте открываем питоновский шелл и просто пишем 147 разделить на 7. Та-дам, 21. 21-я итерация. Ну, по сути, здесь умножить на 20, здесь умножить на 21. На самом деле, меня спрашивают, наибольшее d, наибольшее d будет ограничено во втором условии. В принципе, я могу написать интервал, которому принадлежат эти самые d, но в целом я вставляю сюда значение 21-1, 20, да, и говорю, d умноженное на 2, ну, я напишу, что это 21, да, так вот, d умноженное на 20 должно быть меньше либо равно, чем 1200 разделить, ой, в чем разделить, я подготовил подразделить уже, да, 1200 минус 38, ну, ребят, короче, разделить на 20, да, это понятно, в целом, да, ну, и я могу, опять же, там, побаловаться слегка, да, ну, слушайте, зачем, если у нас есть возможность брать и просто вычислять, значит, еще раз, 1200, да, минус 38, в скобочках, да, и разделить на 20. У меня здесь дробное число 58, один, не надо этого пугаться, ничего страшного, да, почему, потому что я все равно буду строго, не строго меньше, но, короче, 58 последнее, которое еще подходит, то есть последнее значение d, которое еще власть, оно вот, вот такое. А теперь, товарищи, я хочу вам сказать, что, конечно же, это защита, как сказать, ну, вот это вот требование, по сути, ребята, давайте-ка поанализируйте программу с циклами, да, поразбираетесь, почитывайте, подумайте, как он устроен, да, может быть, про условия что-то попишите. Это хорошо, это хорошо интеллектуально, это заставляет вас думать. С другой стороны, если вы умеете программировать, то можно и не думать. Как? Я могу. Не, но это тоже займет время, нужно же программу, собственно, будет напечатать. Да, давайте сейчас сохраним это дело рядышком, да, у нас какой там номер, 177. Так, да, я заменю программу. Вот смотрите, я ничего не собираюсь печатать. Нет, я собираюсь, собственно, ну, сейчас я немножко здесь это сдвину, чтобы было красиво, 4-х пробельный отступ. Что я собираюсь сделать? Я хочу, чтобы эта ситуация, когда у меня D, когда окажется распечатанным, собственно, 150, да, я ее как-то фиксанул себе, да, если у меня, э, она кажется равным 150, вдруг, да, давайте в этот момент возьмем и распечатаем, а что? Хм, ну, D, учитывая, что D у меня еще не изменяется, да, оно как раз не изменяется, но, по сути, как в рамках этого вот введенного, как константа. Вот я его буду распечатывать. А считывать я его буду не с клавиатуры, вместо этого я его буду, собственно, ну, откуда-то брать, товарищи, в данном конкретном случае я могу его просто взять и отправить в путешествие по циклу. Не знаю, ну, тысяча итераций это вообще не вопрос, да, хоть 10 тысяч, ну, я, понятно, что это цикл, в котором будет цикл, ну, это не какие-то страшные числа, это все будет происходить очень быстро. Я, по сути, делаю брутфорс, метод грубой силы, я подбираю, как, знаете, взломщики подбирают пароли, вот точно так же можно запустить подбор числа D. Здесь оно будет при помощи функции range, да, бежать от меньших к большим, и последнее распечатанное D будет ответом. Последнее распечатанное, потому что я распечатываю только при соблюдении условия, да, вот. В результате, что происходит? Еще раз, я сейчас запущу, и мы увидим, да, о, при трех числах это случилось. 58 последнее из них, при котором это случилось, вот ответ это 58, да. Согласитесь, что в этом есть своя прелесть, да, ну, вот мы получили 58 без программирования, да, мы взяли и тупо запрогали, и получили то же самое. В этом случае возникает большой вопрос, надо ли мне сейчас разбирать какие-то еще задачки, ну, там, вот здесь, например, геометрическая прогрессия вместо арифметической, да, n увеличивается там, он домножением на 2, да, и определите наименьшее и наибольшее введенное значение, при котором будет напечатано 64. Ну, на самом деле, довольно просто, я все-таки хотел бы произнести, да, слегка, да, потому что уж очень красивые объяснения, мне нравится это объяснять. Да, только я теперь пропущу про а, я сразу буду про кей, то есть про итоговое количество итераций рассуждать. Сколько итераций? Товарищи, 64 это 2 в степени 6. 6 итераций. Итак, произошло 6 итераций. Ой, ребята, тут, а, нет, тут есть некоторая вариация начальным состоянием S, да, окей. Итак, 6 итераций, кстати, есть некоторая тонкость в брут-форсе этой задачки, потому что итоговое значение S распечатывать бессмысленно. Надо начальное состояние S, а его, там, другой переменной S0 нужно перебирать тогда. Короче, еще раз. Значит, 6 итераций. Это означает, что начальное состояние S, я вот так и буду называть, да, увеличенное на 25, 6 раз, оказалось больше, чем 200. Да? А начальное состояние S, я здесь это, ну, слушайте, я помечу, как S0 все-таки. Начальное состояние S, увеличенное на 25, 5 раз, еще было меньше, ой, там больше, либо равно, о, это важно. А здесь строго меньше, чем 200. Ну и вопрос, для скольких начальных состояний S, да, для скольких начальных состояний, а, нет, не для скольких, просто наименьше и наибольше их сложить. Итак, S0 должно быть больше, либо равно, чем 200, минус 25, умножить на 6, 25, 4, 100, еще на 2, 150, короче, больше, либо равно, чем 50. S0 должно быть строго меньше, чем 75. Таким образом, диапазон, в котором принадлежит S0, лежит от 50 до 75, не включительно. Но я снижу на единичку и получу 74, чтобы сделать замкнутым этот отрезок. Соответственно, у меня получится 124 сумма наименьшего и наибольшего значения. И это ответ. В нашем случае мы можем свериться с ответом из задачки, да, в случае, если вы решаете эту задачку на ЕГЭ методом брутфорса на компьютере, у вас тоже будет возможность сравнить ваш ответ теоретический, да, и методом подгона. Вот. Я надеюсь, что у вас останется на это время. Учитесь решать задачки быстро, нарешивайте. Успешно вам сдать ЕГЭ по информатике. Продолжение следует...